Привет всем любителям стратегии, особенно стратегическим жеужикам! Самый плавенный привет! Вы слышите верховного жеужика планеты Земля, Алексея Халецкого. Это значит, что вы на канале Лёша Играет и очередной Норсгард. Люблю я тут пострадать. Моя любимая ффашечка на 8, правда в этот раз не Рагнарёк, который я люблю побольше, потому что он посложнее со всякими там событиями, которые происходят в течение Рагнарёка. Но тоже почему бы и такой не поиграть. Клан БК, всё ещё я на нём сижу. Знаете, я как к какому-то клану прикиплю, так и долго на нём годами, годами просто нахожусь. Кстати, хотел вас спросить, а по вашему мнению вообще вот вам, как вот тех, кто играет, вот какой вам больше всего клан нравится и почему? Не какой самый сильный, я вот не про это спрашиваю, а просто какой клан нравится, за какой клан нравится играть? Кстати, лобби довольно равное, там одни камешки. Ну, тут, правда, недавно обновление рейтинга было, так что тут, возможно, ещё просто не все до железа добрались, но сейчас пока равное. Давайте посмотрим, как оно пойдёт. Ну что ж, понеслась я. Фиолетевенький, красивенький бычок, который идёт, качается, вздыхает на ходу. Ой, там у нас и вепри есть, и кракены есть, короче, полный набор имба-кланов, которые будут стараться победить и уничтожить меня всячески. Но ничего, ничего, мы всем, я думаю, надерём их маленькие попы, ну или большие попочки, чё я так сразу... Почему я унижаю? Я нетолерантно к попочкам сейчас отнёсся, буду честен. Пожалуйста, не репортите меня на ютюбе за нетолерантность к попочкам. Так, что у нас тут вокруг? Есть камень, есть пшеница. Как-то я сразу, наверное, присоединю эту территорию, сразу пшеницу начну обрабатывать, чтобы быстрее и третью присоединить, в принципе. Открываем только территории, которые рядом с нами вначале. Потому что нам скаут нужен... О, тут ещё и ещё одна такая же пшеница, причём кайф. И ещё и две овечки есть, кайф. Единственное, не хватает... Ага, я даже вижу, что есть обломки корабля. Отлично, отлично. Хороший старт, ребята. Довольно темповый. Так что тут сможем развиться. Ну, там только одного этого волчонка завалить поначалу надо будет, и всё. Там сейчас надо с ракет еды собрать, чтобы вот эту территорию присоединить. Там мы будем лес добывать, в принципе. Да? Присоединяем эту территорию, сразу ставлю лес добывать, сразу ставлю науку добывать, и сразу... Я вот подумаю... Не, наверное, надо скаута сразу отправить и руинки... Не руинки, а обломки корабля собрать. Оно даст дерево и деньги. Ещё бы, если бы тут ещё где-нибудь рядом было руинки на науку, было бы вообще огонёк. Огонёк. Так, что-то я тут заговорился с вами, не присоединяю уже 40. А я не присоединяю. Не смотря на то, что у нас есть обломки корабля, всё равно начинаем строить на добычу... Так, подождите, знаете, тут может не влезть... Не влезть потом гавань. Так, подальше немножко поставлю. Я, конечно, наверное, даже здесь... Нет, наверное, надо всё-таки лекарей тут поставить будет. А, ну давайте сразу и на науку бросим. Сейчас в следующем надо будет лекаря ставить. Единственное, вот минус, что тут всего два здания можно будет поставить. Ну, в будущем три, на самом деле. Так, уже побежал волчонок меня кусать за бочонок. Так, поэтому нам и нужен лекарь, ну и плюс лекарь ещё и еду будут давать. То есть тут в начале... Не гавани важнее, а еда. Блин, что-то ранено. Ладно, пускай раненый строит. Просто эти дольше бежать будут. Тут слишком далеко находятся. Так, ну и в следующем, наверное... Военный лагерь уже будем строить. Надо волка зачищать, эту территорию забирать. Тут и еда у нас, и две овечки, которые тоже еду дают. То есть мы сможем на некоторое время даже не слишком торопиться с едой. Например, я не буду... Так вот, мы этого лекаря отправим. Например, я не буду склады пока строить рядом с едой, а буду строить... Этот... Гавани. И то, и то 80 дерево стоит. А гавани нам быстрее по науке позволят идти. Ну и деньги, деньги. Дреби, деньги, позабыв покой и лень. Делает деньги. Деньги, деньги это армия. Армия это у нас... Победа. За быка. Быка это главная армия. Потому что армия тут все дает. Так, нам еще надо будет... Нам еще надо будет домик вначале поставить на этой территории, когда я ее присоединю. Да, знаете что, давайте я, наверное, отправлю скаута эти... Руинки забрать. Потому что... Нужны скоро будут денюжки. Еда у нас и так будет за счет овец. То есть, если у нас будет минус по еде, то это не так страшно. Так, мы еще колонизацию не открыли, поэтому подождем. Просто здесь постою, наверное. Даже не буду лечиться, чтобы лекарь сейчас еду добывал. Откроем колонизацию. Это дешевле позволит присоединить территорию не за 80, а за 50 еды. Тут торопиться не будем. Блин, а знаете что, давайте я, наверное, уже и гавань буду. Я думал оставить немножко дерева. Эту построить. Как ее? Поле. О! Сиганновый смертный. Ну это чуваки, не понравился им старт, они левают. Конечно. Так себе. Настрой на игру. Мне вот этого непонятно. Никогда не было понятно. Ни в циве, нигде. Плохое место старта. Ну господи, ну... Это же вызов тебе. А потом... Блин. А потом всегда сможешь на плохой старт свалить свои проигрыши. Правильно? Если что. То люди хотят просто, знаете, начать игру и как бы победить уже в самом начале. Просто как бы ничего не делая. Вот для таких надо делать игры с кнопкой мгновенная победа и все. Так, вот теперь у нас куча дерева. Значит, давайте сюда. Овечек перебрасываю сюда. Сейчас одну придется, наверное, использовать, потому что вряд ли мне не хватит еды. Хотя, слушайте, реально дофига дерева. Давайте, наверное, хоть один склад поставлю. И гавань. А, пока не могу. Надо... Надо открыть этих. Надо градостроителя открыть, тогда я смогу дешевле увеличивать территорию. Так, ну тогда можно реально и второй склад поставить. Тут нам дерево завезло. Тут мы тоже потом увеличим территорию. Я начну железо добывать. И исследуем территорию зимой. Потому что именно зимой наши ребята потребляют, добывают, точнее, мало еды. Поэтому смысл именно зимой отправлять в скаут. Скаута. Ну, тут, скорее всего, будет тупичок. А здесь вот выход ко всем. Ну, посмотрим. Тут по-разному может быть, на самом деле. Не берусь загадывать. Так, есть градостроитель. Эту область развиваем. Да, все, вы не... Вначале не копите деньги. Не бойтесь, что у вас их мало. За быка надо, как только есть эта возможность, улучшать все территории. Так, поехали исследовать. У нас есть две овцы, поэтому... Ну, вот видите. Ну, вот где меня тут ставят? Да ёперный бабай. Ну, я вот... Меня так раздражает иногда в Норсгарде. Типа, можно поставить, но хрен найди эту меру. Это... Во. Что было зеленое. Эть. Ну. Серьезно. И не ставится. Ну, вы прикалываетесь. Ну, наконец-то. У меня есть овечки, так что минус по идее я переживу. Хотя бы одну овечку зарежу просто. Зарежу. Да ёлки, вы прик... Да ладно, да чё так много-то? Суки, там, блин, эти есть, короче. Да, блин, нет, 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 нельзя, чтобы убило. Там, короче, эти есть. Там логово. Аааа, блин, убило... Ненавижу. Вот как... Почему он выбрал именно на воина нападать? Твою мать, блин. Ну, мне нужно воина, чтобы был всегда. Фак, тремя аж... Ну, знаете, зато здесь... Ну, короче, тут логово волков. Они три напали. Скорее всего, их тут мало сейчас останется. И мы их зачистим сразу. Ну, это, конечно, подстава. Честно говоря. От игры. Так, режем овцу. Это 80 еды плюс. Поэтому нам хватит. Надо будет зачищать. Надеюсь, что так и есть, а не просто три волка там появилось. То есть, скорее всего, было пять волков, трое сюда прибежали, двое там осталось. В логове. Нет, блин, четыре. Ну, это жопа. То есть, они будут периодически сюда тройками набегать. А я не могу зачистить, пока я не возьму берсерка. Ну, это хреново. Казалось, такой хороший старт, а есть жопа. О, видите? Один набежал и второй. Ну, сейчас хотя бы два, а не три. Блин. Так, короче, нам надо быстрее здесь железо добывать. И получать берсерка. Ну, и оружейник открыт. И сейчас полегче будет против волков биться. То есть, усиливается воин. Там плюс 10% что ли? Плюс 20% даже. Нормалды. Так, улучшаем эту территорию. Возвращаемся. О, тут это хорошее место. Источниками мира можно будет... Кстати, у меня тут довольно научные места. Может, в науку можно будет попробовать... Ломануть. Так, пошли в железо добывать. Блин, если бы тут не было... Хотя бы три волка было, я бы мог одним... Воинам это зачистить. Но четверых... Четверых... Блин, может мне сделать тогда... Так, ну, во-первых, мне еда нужна, прежде чем... 80. Надо 80 ед. Знаете что? Я, наверное, сейчас поставлю еще... Блин, денег жалко, на самом деле. Потому что еще один... Я думал поставить военный лагерь и взять второго воина. Но это будет плюс 45, по-моему. 45 денег стоить. Нет, я лучше думаю, надо пострадать, потерпеть. Надо пострадать, потерпеть. И я вместо добычи дерева... Давайте я, наверное, сразу камень начну добывать. Лучше вот так. Принцип... Не, вообще надо и на дерево отправить. Ладно. Просто не могу... Понимаете, вот у меня оба... Тут еще проблема в расположении. Не то, что их много, они нападают. А в том, что у меня... Получается... Они нападают на 2 моих основных тайва. На 2 моих основных области. Где у меня еда добывается. Где у меня железо добывается. Где у меня лекари находятся. Ну, то есть... Очень неудачно. Я не могу этого зачистить, пока у меня не появится... Берсерк Торфен. А он стоит 250 денег. И 15 железа. Да. Ну, то есть... Это, скорее всего, к концу этого года будет. И до конца года я с этими волками ничего сделать не могу. Мне надо просто сидеть и следить... Куда они бегать будут. Ну и плюс следить... Не исследует ли кто-нибудь меня. Вроде соседей вообще не видно. Я их даже границ не вижу. Надеюсь, вот этот ливнувший синий... Это был один из соседей. Тогда немножко попроще будет. А как вообще тут с развитием? Ну, бык всегда в начале впереди по науке. После последних патчей. Ну, в принципе... В принципе, пока норм. Будем просто следить, куда... Волки будут бегать. Так-то был бы... Ну, в принципе, даже неплохо. Мы тут будем потихоньку набивать... Набивать вот эти очки боевого опыта. Просто не очень приятно, муторно вот... Они будут направить. Я уже одного воина потерял. А это, считайте, минус 35 денег. Просто так. У меня, наверное, даже 15 железа быстрее наберется, чем 250 денег из-за этого. И вот их тут накапливается 5. И они тройками нападают, когда они их... Но вообще странно, что их сразу так быстро 4 стало. Они так быстро заново появились. Какой-то глюк, такое ощущение. Так обычно они... Вот их накапливается 5, потом они в трое бегут, а тут 2 волка остается. Если ты отбился от этой тройки, потом... Ну, легко зачистить. Ничего пока не строю. Не строю даже военный лагерь. Сейчас копим дерево на то, чтобы сразу апнуть. И ратушу, и добычу еды. Тут еще не очень хорошо вот эта штука. Она будет мешать мне бегать здесь немного. Так, если они будут нападать, то мне хотелось бы, чтобы они нападали на эту область. Не мешали тут добывать железо, чтобы быстрее 15 накопилось. Так, ну и вот, видите, у нас минус 4. Это из-за того, что нам пятая область нужна, на самом деле. А мы ее пока не можем присоединить. Тут-то медведя еще дольше будут зачищать. Медведя, в принципе, только берсеркам. Возможно, я как-то пробовал одним воином. Это 4 раза забегать, потом полностью лечить воина до конца. Потом опять забегать. Так, сейчас мне случайно бы не апнуть ратушу, потому что это 50 монет стоит. Мне тогда просто не хватит на торфена, на берсерка. Надо держать себя в руках и дождаться 250 монет. Нам торфен важнее, чем апнуть ратушу. Потому что с торфеном мы точно тебя сейчас будем чувствовать очень комфортно. Так, еще 30 монет осталось. Ой, ну сейчас один всего набежал. Это хорошо. Так, ну мы торфеном этих пятерых зачистим вообще изи. Сейчас пока больше никто набегать не будет. И торфен буквально вот-вот появится. Зачищаем, забираем эту территорию и чувствуем себя очень комфортно после этого. И Есть. Торфена вперед отправляем, потому что это такой мясной чувак. Его кусают. Волчок кусает зобачок, а ему все равно. Он типа, да, кусай меня полностью такой. Все равно волки вон и на нашего воина нападают. Давайте я его отведу, чтобы они... Да блин. Торфена кусайте. Нет, 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 нет. Не убивайте моего воина. Очень хреново. Мя микоконтроль прямо скажу. Зато мы зачистили. Опять же, дальше будем все исследовать, когда... Когда зима настанет. Отличненько. Это еще плюс 5 камня отсюда. Это еще плюс к славе. И я сейчас апну... А, я уже стал таном. Тан дает бонус к добыче всего за количество воинов. Но мне пока одного хватит. Так, теперь апаем. Ратушу. Сейчас денег не хватает. Видите, мы сейчас апнем ратушу и сразу апну гавань, чтобы больше денег шло. Плюс нам надо построить... Кузню. Так, это у нас Dying Slave и Турфинг. Это значит, что желтый играет за лошадей. Так, а где нам... Ну, наверное, тут кузню поставлю. Есть ли мне смысл кто-нибудь еще зачистить? В принципе, можно медведика. Ладно, давай сначала кузню поставим. Нам надо... Сначала улучшать этих... Сначала улучшу мореходов, чтобы они быстрее, больше добывали денег и науки. Потом улучшу воина. Так, ну в принципе, я думаю, можно напасть на медведя. И нам надо быстрее боевой опыт получать. Медведь это, по-моему, 75 боевого опыта дастся. Драугры пока не нападают до второй зимы. Даже, наверное, и в течение второй зимы. Они после второй зимы только будут нападать. Поэтому можно их пока проигнорировать. Ну, а медведи просто не нападают. Я его просто зачистил, чтобы... Ну, чтобы было. Так, сразу начинаем выковывать мореходом. А потом... Вот, песяточку сейчас наберем. Улучшим крестьян. Даже мне, в принципе, хватит. Я, наверное, даже... Ну, хотя посмотрим, не уверен. Может быть, и придется овцу зарезать этой зимой. Сейчас посмотрим. Так, спин сдался. И только сейчас покинул игру. То есть, он в это время сидел. Интересно, что он делал. Ой. Ну вот, нажал паузу. Из-за этого, видите, меня тут... Неудача. Так, вот, короче, здесь еще у нас волки. Надо сразу отправить туда, наверное, исследовать. Да, наверное, все-таки придется... Придется овечку зарезать. Минус 10, это слишком много. Ну, надо, надо. Нету смысла оставлять на метель. О, у нас будет... У нас призраки. Видите? В начале года сразу призраки будут нападать. Ну, от них мы отобьемся. Ну, и плюс, это как раз плюс к боевому опыту. Вообще, очень хорошая вещь. Так, давайте-ка я не воинов вылечу, а кузнеца. Чтобы он быстрее ковал. Так, а надо, кстати, лагерь разведчиков улучшить. Я уже это могу сделать. Так, ну, я думаю, что... Нету смысла откладывать. Давайте авту зарежем. Она, правда, уменьшает потребление дерева еще на территории. Но я просто боюсь, что я... Забуду ее зарезать и... Пойдет тут минус по еде. Мне это точно не надо. Так. Теперь улучшаем дружину. О, тут еще дерево, кстати. Никто его не нашел. Да, тут явно... С какой-то стороны от меня синий точно был. Так, давайте я, наверное... Сейчас этих волков зачищу. Хотя зимой у нас минус к атаке. У моих всех воинов. Но тут всего три волка. Это чтобы они потом не прибегали, когда я там буду сейчас с привидениями заниматься. А привидения будут нападать... Привидения всегда нападают на территорию... С побережьем. Там, где побережье есть. При этом они выбирают ту территорию, где не ратуша. На ратушу они могут напасть только если у вас единственная территория. С побережьем, на которой ратуша стоит. Так что... Тут сто процентов они будут нападать сюда. Так что можно их прямо здесь их и ждать. Так, вы знаете, я, наверное, дерево соберу. Во-первых, чтобы никому другому не досталось. А во-вторых, я смогу просто одного чувака убрать. Так, у нас вот здесь где-то второй реликт для меня лежит. Просто одного чувака убрать с добычи дерева. Всех объединяем. Защищенность берем. Вот у нас и счастье появилось. Можно дома начинать строить. Да, блин. Куда вы въехали? Ну почему? Почему на воина начинаете нападать? Я вот не понимаю вот этого. Всегда нападают на самые неудачные юнит для меня. Если вы на каком-то одном сосредоточитесь... Так, все, тут отлично. Так, там добываем дерево. Давайте вот сюда домик. Ставим. А вот, видите, мы и набили боевой опыт. Завоевателя за БК берем. Неудержимость. Это плюс 5 к силе атаки и защите за каждое обнаруженное родовое снаряжение. Плюс еще и Торфен устанавливает 10% здоровья за каждого убитого чувачка. Так, этого можно опять в лесорубы. А тут мы сейчас вылечимся и зачистим этих ребят. Так, тут весь камень добыли. Собственно, второй камень здесь. Ставим так. Развить область. И ставим еще вот так. Тут нам надо улучшать военные лагеря, потому что они теперь нам счастье дают. Это вот за счет защищенности. А вот и драугры стали сами нападать. Отлично. Так, поэтому и надо, чтобы теперь, когда вы взяли неудержимость, на самом деле, надо просто 100% надо, чтобы били только Торфена. Потому что он за убийство вылечивается. А этих вам придется лечить вашими лекарями. Не очень удачно тогда. Так, тут, не откладывая в долгий ящик, начинаем военные лагеря везде ставить. Там долго еще скаут, наверное, будет добывать. Нет, пускай уже сразу камень добывают. Потому что нам нужен как можно больше камня, чтобы апать все наши военные здания. Тут я просто отправлю того, который там достроит. Так, ну давайте, наверное, зачищать. Да, ну я очень неплохо иду. Мне нравится. И вот, смотрите, сейчас лечится. Он просто не сразу лечится, а со временем. После убийства, вот когда он перестанет этим зеленым мигать, тогда мы его и отправим. Да, все, перестал. Теперь можно отправить на общее лечение. Так. Апгрейдим. Апгрейдим. Потому что это все плюс к счастью. Каждый апнутый военный лагерь плюс один к счастью. Чем больше счастья, тем быстрее у вас новые жители появляются. Ну, в общем, надо эту и эту территорию забрать. Правда, можно с ними не спешить пока. Я бы сейчас добыл дерево и пошел вот тут поисследовал все. Хотя дофига, по-моему, две... Да, 200 дают. То есть, считайте, у нас скаут поработал лесорубом. Но дерево нам всегда дофига надо. Плюс тут сейчас мы откроем... Я вижу, там медведи ходят. И там плюс мой этот релик для торфена лежит. Второй. Там надо будет зачищать и забирать. Пока мы лечимся полностью. Меня вообще беспокоит, что я не вижу никого из моих соседей. Честно говоря. Да я даже ел, чтобы они исследовали тут что-то. Ладно. Но у меня только один же вышел. Где остальные? Кстати, а еще же даже центр карты никто не открыл. Вау. Слушайте, может мне где-то центр карты открыть? Так, два медведя. Давайте, наверное, пойдем... Их убивать. Вперед отправляют орфена, чтобы они на нем именно сосредоточились. А не на моем воине. Надо даже... Вот так сделаем, чтобы... 100%. Тем более, что воины... Раненые воины теряют 20% своей силы. А так он со 100% бьет. Тут я уже, видите, не жду зимы, чтобы скаутом исследовать. Потому что мне надо эту... Ну, я надеюсь, центр найти. Судя по всему, он где-то тут должен быть. Да, а воинов надо держать на своей территории, когда вы не деретесь. Потому что они тогда дают боевой опыт. Именно клану БК. Да, и не тут центр. Так, ну... Блин. Здесь, что ли? Я думаю, вот этот центр будет, кстати, похоже на то. Видите, сейчас плюс один стало. И за счет того, что один воин там стоит. Дальше... Домашний очаг. Это чтобы меньше зимой потребление дров и еды было. Так, апаем. Военный лагерь. Да, но уже пора присоединять вот эту территорию. Строить здесь домик и добычу железа. Ну и военный лагерь тоже, конечно. Так, есть боевые перчатки. Станем, кстати, здесь. Потому что мы тут же не исследовали. Мы не знаем, кто там оттуда может нападать. Давайте дом. Давайте рудник. Нам надо наш релик еще сделать. И давайте военный лагерь. И сразу улучшаем область. Да, блин, и это не центр. Ну тогда я не знаю. Я тогда не буду тут искать. Потому что есть более важные места для открытия. Значит, где-то здесь, получается. Он вообще далеко от меня. О, блин. Нападение Кракена. Это у меня сейчас будет минус по деньгам, кстати. Может мне тогда торговый пост построить? Ну, в принципе, я могу пережить тут. Я ни с кем не воюю вроде. Ученого, кстати, можно сюда перебросить. Тут он больше будет науке давать. О, вон зеленый. Надо бы зеленого открыть. Как зеленый идет? Он первый по славе. Интересно. Так, ну тут у нас волки. Видите, вот почему-то били воина вместо того, чтобы торфе набить, который впереди, между прочим, стоял. К ним вперед. Не хочу второго. Я могу сюда второго ученого, но не хочу. Так, подождите. А почему-то бы на меня волк напал? Или это Драугар все-таки был? Так, красный убил каких-то йотунов. А, блин, прикол. А, как на меня волк... Ну, я, видимо, ошибся. Там, наверное, Драугар нападал все-таки, а не волк. Так, стоп. У нас есть время. Давайте немножко... Я не успею всех пятерых убить, но дело в том, что таким образом я уменьшу количество нападающих. То есть, если я, например, трех оставлю... Да, блин, почему вы воина? Почему вот воина он бьет постоянно вместо торфена? Поразительно. Так. Все, возвращаемся. О, там мой этот... Кайф. Так, я хочу... Остановить... Дракары, потому что сейчас... Иначе... Кракен их поломает все. Давайте, наверное, двух разведчиков отправлю. Сейчас нам пока Кракен тут есть. Но у меня, кстати, будет сейчас минус по золоту. И не будет плюса по золоту, понимаете? Неприятненькое. Это у нас Кракен. Да. Кракен неприятный сосед. Ну, посмотрим, сейчас я его полностью исследую. Но он... Такое ощущение, что Кракен с кем-то дерется. Может, он поэтому меня и не исследовал. Есть ощущение, что он с кем-то дерется. Я вообще его скаутов тут не видел. А еще, конечно... Ага, вон... А вон коричневый. Значит, я думаю, что тут все-таки синий был. Просто коричневый его территорий. Просто слишком... То есть слишком много тут мест. Хотя... Фиг знает. Уж просто они так расселялись. Странно. Фигайся, красный. И вторых... И вторых Йотонов убил. Вау. Да он там... Ну, это вау. Честно говоря. Это опасненько. А, блин, а что тут стоишь? Я не заметил, что он тут без дела шлендается. Так, наверное, надо присоединить уже эту территорию. Я бы сюда ученого отправил... Тайные знания получить. А, это вся территория, что ли, у зеленого? А, нет, там у него выше есть. Так, значит, давайте сюда, мудреца. Еще одного сюда. Они быстрее. Вот эта фигня даст новые знания другого клана. Так, и теперь нам надо парня, чтобы релик сделать. Так, быстрее бы уже Кракен прекратил охотиться. Я, конечно, знаю, что я мог поставить маяк. Но я так посчитал, что он вообще-то 100 золота стоит. Торговли я побеждать не буду. И мне кажется, что я... Это не отбивает постановка маяка, пока атакует Кракен. Сейчас закончился Кракен. Сразу всех на деньги. Так, тут зачищаем. У меня, чтобы вот этот... Релик вот этот собрать, надо туда пройти. Я думаю, что мне зеленый будет мешать, скорее всего, его собирать. Ну, в любом случае, я бы мешал, конечно. Быку собирать. Потому что я... Он должен видеть меня, потому что тут зачищено. Он убегает. Он думает, что я на него нападать буду. Ну, или просто мне мешать сейчас будет, я не знаю. Пожди, куда он побежал. Так, он, слава богу, не на меня вообще. Значит, он там с кем-то дерется, я так и думал. Окей, меня это вполне устраивает. А, он с черным дерется. Вот тут черные. Тут прям границы, походу, черного, да? Да, границы черного. Ну, пошли их еще откроем тогда. Но я, похоже, просто потом съем победителя из них двоих. У меня уже кракен крутой. Плюс у меня вот здесь еще камень будет. То есть тут все выглядит для меня очень хорошо. Блин, черный сдался. Вот это, блин, игра. Просто сдаться, даже не биться. Ну, это хреново. Сейчас он ко мне побежит. Я, наверное, успею все-таки собрать. Нет, он обратно. Да смотрите, смотрите, сколько потрачено золота. Никогда так не делайте, ребята. Потому что вы сделали армию, так идите к кому-нибудь, надерите жопку. Раз у вас уже армия есть. Понимаете? А он просто потратил деньги. То есть он сходил к черному, тот сдался. Очень, очень зря, короче. Так, военный лагерь. Дом. Так. Давайте тут еще поставим, например, метателей топоров. И сразу разовью область. Так, там черный. Ладно, возвращаем пока скауты. Я думаю, что я пойду нападать на кракена. Раз он так странно действует. Или сначала релик выковать. Ну вот это точно надо сначала открыть. Там могут быть хорошие штуки. Так, давайте я переключусь на вид юнитов. Чтобы видеть... А, вообще там у меня коричневый был. Блин. Надо коричневого пойти открыть. Давайте одного скаута. Вон там надо коричневого еще посмотреть. Кто за он? Наконец-то центр. Ну, я, видите, не мог к нему пройти. То есть тут надо было открывать. Тут. Но это 50 славы. Ладно. Обойдемся без 50 славы. Как-нибудь уже. Значит, улучшаем. Давайте посмотрим, сколько у нас территорий. Семь. То есть у нас должно быть... А, слушайте, я на главной этой не поставил военный лагерь. Вот мы его как раз улучшим. И получим титул Ярла с возможностью тарана. Ну, я себя очень-очень комфортно чувствую. Причем, я, наверное, буду вот сюда нападать. Я не знаю, почему он не защитил эту территорию вообще никак. Наверное, все-таки надо нападать. Причем, еще до релика. Посмотрим, что вот здесь у нас. Открою. Вот это я подожду, когда откроется. И тогда уже буду действовать. Надеюсь, зеленый хотя бы будет сопротивляться, а не сдаваться как... Ну, так нельзя делать. Как черный поступил. Просто сдался и все. То есть, это получается... Ну, там просто зеленый потом ошибся. На самом деле, расформировав всю армию. Ну, тут вот синий явно был. Вот это территория синего, я думаю. То есть, это выглядит так, как выход, знаете, вот откуда-то. Блин, у красного уже 800 славы. Не очень хорошо. Ну, я бы штук 10, наверное, воинов сделал. Ну, давайте посмотрим, что мне там выпало в итоге. О, полевые пайки. Вот это вообще зашибись. Это ваши воины, типа, жрут меньше еды. Это для... Так, да. 4, 5... 6... 7... 8... 9... А, у меня денег не хватает. Настолько. Прикол. Ладно, пошли восьмью. Причем вот сюда, почему и сюда, потому что тут у него как раз деньги. Именно на этой территории, чтобы он не мог больше... А он денег кучу сейчас потратил. На наем армии. А сейчас... Ну, у него, правда, вот еще деньги. Так, слушайте, мне надо и туда, и туда напасть. Давайте пирщу проведем. Чтоб таран еще был. Так, посмотрим, какую территорию он захочет первую отбивать. Отходим. Не знаю, зачем человек делает это самоубийство. Ну, окей. Его дело. Ну, откуда у него так денег дофига? А, он, видите, он мою территорию не видел. Причем... Ну, ладно. Там у него просто... Ладно. Давайте, пока он исследует, сейчас попробую малыми силами этих побить. Просто войны... Войны... Быка самые сильные в игре. Он не убежит. Да, блин. Табличка перекрывает все. Так, он тут начал опять добывать деньги. Ну, я думаю, что это для него... Конечно, у меня маловато денег было, честно скажем. Давайте-ка я этих воинов в лекаря отправлю. Попытаюсь одним... Одним торфеном там. У меня денег мало. Я, наверное... Тут я, короче, немножко, да. Надо отступить все-таки. В этот раз надо отступить. Тем более, тут сейчас у меня появятся... Драугры. Ну, сейчас таран я получу. Не таран, в смысле, а этот. Ну, релик свой. Так, и дальше я бы улучшил еще... Крестьян. Так, релик ставим сюда. У него сейчас явно не... Ну, слушайте, у меня тоже немного денег. Мне бы... Торговый этот... Давайте-ка я тоже поставлю торговый пост. У меня проблемы тоже с деньгами. Только давайте сейчас мы отобьемся от... Ну, прикиньте, сколько он денег потратил просто на атаку черного. Просто сделал армию и расформировал армию. Блин. Вот это я не обратил внимания, что он мне там отправил своих призраков. Ну, это не страшно совершенно. Они очень сильные, но... Бьют слабенько. Поэтому вполне можно... Ну, если они... У них защита высокая, а бьют слабенько. Поэтому вполне можно... Вот то, что у меня коричневый следует, мне не нравится. Что-то он тут прибежал тремя. Ну, ему, наверное, сбросить их надо, я думаю. Только так я могу себе это объяснить. Ну, мне нету смысла... Он опять, что ли? Ну, это он зря вирт тратит. Как мне кажется. Ну, это он. Ну, что, я не знаю, но мне не хочется башню, честно говоря, строить. Просто чтобы от него отбиваться. Вообще неохота. Так. Давайте мы, наверное, уберем уже. Я даже не знаю, что я в кузнице хочу еще построить. Я бы здесь поставил еще... Ну, ничего бы, наверное, уже не поставил. Так. У меня шесть, но очень раненых, ребят. А вот то, что у меня тут коричневый следует... Так, давайте, во-первых, пир устроим. Короче, тут нельзя держать нам юниты. Потому что там постоянно насылает... Чувак. Блин, восемьсот у коричневого. Ну, желтый, красный и коричневый должны между собой что-то делать. Давайте я, наверное, вот эту территорию присоединю. И тут еще камень добуду. Или сбегать, напасть, слушайте. У меня аж это уже есть. Как его. Кровавые... Там что-то. Опять? О, боже. Ну, это вот утомительная хрень. Конечно. Просто надо бегать постоянно назад. Так, а подожди, а где они? Я их не вижу. Ну, когда-то ж у него закончится... ...возможность их нанимать. А, ну, пускай мне вот этого раненого убили. Я все равно не могу его вылечить никак. А я с неранеными останусь. Он успеет... ...забрать у меня территорию, к сожалению. Ну, ему это, как видите, очень не поможет вообще никак. И этот умрет у него. Все, я думаю, что это для него конец. Да, елки, ты надоел. Деньги добывать. У него слишком много денег. Прямо скажем. Давай, удачи. Серьезно, будешь вот так бегать? Это мне не дает перехватить контроль за зоной. Вот это бред в Норсгарде. Так раздражает. Так, а давайте мы нападем уже даже. Какой он меня бьет? Серьезно, решил убежать. Я бы на его месте бил Торфена. Так... О, pensa. Да. это это точно конец для него так как то интерес красный и желтого победил крындец фуну зеленый хорошо сопротивлялся я ничего вот это я понимаю человек сопротивляется до последнего они они как черный ливну так теперь надо как-то экономику восстановить давайте еще пир проведем вот эту мы колонизируем дерево добудем оба а как то нас остался вообще коричневый оранжевый тут конечно красный божит я смотрю просто у нас еды и древесины немерено и может мне надо было кстати улучшить наверное было скаутов улучшить зря я эту фигню разломал так давайте еще военный лагерь поставим так как где у нас еще блин не перекрыл коричневый а тут кати коричневый столкнулся с красным и кто это забирает то красный пытается забрать нет да красный походу или коричневый то коричневый начал но это дело красного извините ли он вы если он хочет победить то не должен должен не дать забрать видимо так улучшим скаутов нам надо как-то ту территорию исследовать обдар на уже отправил скаутов блин я даже не знаю ну с одной стороны коричневый победит что он не может туда поймут зайти блин у меня я блин ну чё мне у него тоже сильную 17 за почему красный не может его ну то есть понимаете дело в том что если я сейчас буду нападать на коричневого то это считайте для красного победа ну ё-моё ой блин а там же у него котён кучу еды сейчас тратит на содержание войска ну и соответственно так где у меня скаут и вообще он опускай так я прям не знаю что делать прямо вам скажу у меня проблема в том что у меня мало денег я просто красный вообще не хочет ничего делать типа он кого-то убил и он надеется сейчас кто-то будет я вообще не хочу терять то есть у меня тут вопрос просто победа либо коричневого либо красного почему сейчас впрягаться за красного если он ничего не делает да проблема в том что смотрите он начал умирать натика мы подождем с мы немножко подождем но коричневый вмешался отлично тогда наверное время и нам вмешаться они там красный ну тогда пойдем добьем коричневого тогда раз такое дело а прикол в том что ведь она не убирается коричневый потом мог бы победить на самом деле потом он сдался жаль так ну давайте тогда протокуем красного тоже люди по всему красный тоже дофига сил потратил атакуя всех надо его убить так я не туда значит скаутов отправил где мне бегают юнит я не пойму давайте кого-нибудь отправим на добычу дерева парня может сейчас красный побеждает как вы видите ему надо забрать часть территорий сейчас он сдаст его почему ну почему вот коричневый не дрался дальше чему красные я всего лишь хотел быть вторым классная игра на второе место я не понимаю я не понимаю почему люди это он сейчас он нажал на паузу чтобы вот это потрындеть чтобы нам он горит я хочу только я быть хочу всего лишь быть вторым у меня всего 8 тайлов но при этом он двоих убил как бы ну что мне тогда может не красного открывать оранжи а раньше ты прямо где-то здесь должен быть давайте этого сюда отправим серьезно блин не убил я убеждаю что сначала красного добить уксал так уже late game и зачем я уже все я уже все получил все что хотел так главное не буду туда входить давайте позволим оранжевому убить красного видимо я не знаю как зачем красный убивал двоих йотунов тоже ну очень много силы надо на самом деле давайте-ка тут улучшим область это уберем это усилим так 16 я конечно могу больше пост а стоп он у нас еще не забрали релика где у нас еще валяются тут тут катя зря отсюда ушел его не собрал ну ладно так катя оранжевый отстает от меня по всему так что нормально о еще релик смотри все соберем у меня 6 реликов будет вообще практически неубиваемый торфян получается на это лошадь судя по всему оранжевый судя по по берсерку по шефу за счетом оранжевый оставил что лежит красного или что не пойму осуществить может я просто улучшу домик подождите да он красному оставил жизнь прикиньте нормальный ну ладно иначе мне надо сбегать добить красного что я могу сказать так идет еще у нас не видно на карте где мой а вот он красный пошел меня исследовать интересно такого у меня еще не было давайте спрячемся в кустах я хочу красного сначала убить у меня оранжевого оранжевый от меня отстает блин серьезно сейчас пойдет мне мешать добывать будет интересно она пойдем красного добивать нету смысла еще тут могу поднять у меня в принципе 4 красный реально может выиграть по славе нельзя ему давать подниматься серьезно это вот этой армии у меня хочет это интересно не но это это смешно как бы таким количеством это просто очень смешная попытка была коричневый кстати сдался и сидит смотрит дальше а ну я джакузи он же джакузи я думал что это джакузи для того чтобы чилить окно тут можно возвращаться я думаю тут можно убивать я думаю это что-то сделал какую-то армию но я думаю это ему нихрена не поможет торфин лечится за убийство это просто массакр сейчас как вы видите возьмем счастливчиков так а где там я вижу бежит еще какая-то армия кстати оранжевого прячась по закоулочкам не ну и что это ну серьезно 4 юнита даже можно ничего не делать просто пришла мне еще наука и слава немножко просто массакр в конце конечно единственный человек который сопротивлялся это зеленый был я ну сейчас кэш оранжевый что-то еще делает просто мне мне очень не понравилось как сдался коричневый как сдался черный просто ну ни сфига вылечусь и с новыми силами хотя конечно оранжевый сейчас просто время тянет тут уже надо надо бы сдаваться давайте сделаем этих два лекаря сделаю зря я сейчас потерял война денег маловато серьезно а раньше каких-то раненых этих привел просто плюс еще науки мне оранжевый причем не в защите ей-то нападает молодец чтобы я не расслаблялся все правильно разведчик пойму мне там наверно 1 хватит явно центр то есть ратуши у него явно здесь думаешь с ее открою так у меня 11 юнитов будет судя по той армии которую смог привести оранжевый мне этого выше крыши хватит даже наверное не буду добывать или добыть уже они не буду 5 добывать все ладно сейчас посмотрю сколько там копать ну это пять процентов не ладно пошли это слишком долго он будет копать и тут ждать сейчас он сделает армию и как нападет на меня и он будет сидеть в центре то есть но и по вот вы остаетесь вдвоем вы вдвоем остаетесь вот как он надеется что он надеется получится если я буду забирать все территории он просто в центре будет меня ждать ну то есть ну эти даже наблюдатели уже покинули игру типа все понятно просто серьезно ты только сейчас решил напасть а он решил может триггернуть мою эту способность ладно ну это нереально отбиться просто массакр массовый произошел самоубийство я думаю на этом можно радостно заканчивать видео он просто пришел и всех юнитов самоубил эти ратуши мы будем захватывать и зайчик он там бежит куда но типичный пример просто отсутствие силы воли у соперников ладно синий тут ливнул в начале увидишь у него хреновая минут это тоже конечно ведь он даже расселялся думают нечего то как то хреново мне не нравится нету наверно каких-нибудь руинок ливну коричневой коричневый черный сдался просто к ним прибежал зеленый если бы на 1 черный так не сдавался мне был бы было бы легче зеленого захватить вначале что он хотя бы хоть сколько-то юнитов бы потерял и не дольше бы он восстанавливался съемного было очень дофига денег у зеленого все равно так восстанавливал юниты is it коричневый сдался при захвате дерево просто и хотя я его не мог захватит что я не видел его территории вообще я часть тайлов видел где-то вот эти по-моему тайлы вот тут они еще даже не взяты вот тут я видел его тайлы а дальше надо было бы открывать и таким образом он бы дал возможность и красному еще подготовиться и оранжевому например а так коричневый сдался я я мог сразу идти на красного то есть чисто вопрос в том что люди не борются хорошо вы проигрываете вы понимаете что вы проиграли эту битву но вы играете ffa вы не дуэль играете то есть вы сопротивляетесь как раз для того чтобы тот человек который вас убивает чтобы он не мог победить чтобы он как чтобы он приходилось дольше вас атаковать и за счет этого это было бы первого победу ну да он убил вас но он не победит в игре а так вот эти сдачи то есть все сидят ждут какого то идеального старта чтобы их никто не трогал еще вспоминается в какой-то игре чувак просто пытался торговли победить все влил вот именно в торговлю по-моему за ворона играл и когда его всей карты пришли стопать он так возмущался типа вот вы просто в экономику не умеете вообще-то игра про битвы по-моему про викингов в викинги экономисты типа вот я мог победить экономика и вы вот так вот на меня нападаете только для то потому что вы не умеете в экономику ну да у вас еще и клан не такой не для экономики например в принципе так давайте статистику глянем я по идее конечно в конце но это благодаря вот этой техе которая позволяет меньше тратить еды на воинов так тут оранжевый для нафига дерево столько оранжевым было по золоту у оранжевого ну-ка очень странно он его потратил то есть он вроде создал какую-то армию коричневого здесь живут красный а во что красный слился вообще и кажется красный расформировал армия он убил кого-то наверно желтого его не пойму куда делась вот тут не в желтую тут только умер вот тут вот тут красный расформировал армию просто он даже не дрался ни с кем он просто расправил а при это деньги тьфу ты что на что я смотрю это деньги извините вот дружина даже самая большая дружина была то есть биться с быком один на один то есть одинаковое количество воинов одинаковое количество как ты что-то странно показывает подождите вот а тут видимо я я за зелёным было одинаково я думаю что тут просто спрятана за зеленым мой этот вот тут зеленый умер я сделал армию пошел оранжевый тоже сделал армию будет это коричневый я какого цвета что я сижу туплю я фиолетовый а ну вот вот у зеленого вот смотрите вот зеленый сделал армию чтобы убить черного прибежал к нему и расформировал ее сразу нормально вообще и потом ему просто уже не хватало вот тут ему даже не хватало денег чтобы набрать столько сколько он мог набрать тут не хватило вот эту армию я вот таким количеством убил спокойно да потом вот эту армию вот таким количеством и потом все мне уже было достаточно даже такое количество 9 человек было достаточно чтобы его до окончательно уничтожить вот здесь красный дрался в желтом очевидно его убил вот тут он наверное расформировал армию потому что я не вижу тут какой-то битвы с коричневым там коричневый постоял подождал дерево начал умирать его пришел оранжевый добил 19 юнитов 19 минтов неплохо это неплохо ну и тут уже больше меня никто не мог сделать в дальнейшем тут без шансов слушать а тут желтый в науке хорошо шел желтый вообще мог наукой победить если бы его красный не приструнил ну боевой опыт у меня конечно ну да такая безвольная безвольная партия на самом деле получилось от моих соперников то есть тут дрались буквально наверное зеленый оранжевый и красный пожалуй все остальные просто безвольно сдавались не дело это это не по-викинговски на этом все спасибо что смотрели играйте в умные игры не забудьте подписаться лайк поставить колокольчик нажать вот эти вот все всякие дела играйте в умные игры всем пока